Вот уже более 20 лет звезды кино выезжают в станицу Гостогаевскую. Эта традиция не нарушалась никогда. Гостей встречают казачки в традиционных нарядах, а также юноши в папахах и бурках. Киношоковцы отмечают, что по духу праздник очень похож на былые торжества советских времен. Приветствуя гостей, заместитель мэра Анапы Михаил Баюр поблагодарил артистов за дружбу со станичниками. Виктор Мерешко не был здесь два года, снимал фильмы. Сегодня он по-особому рад встрече. Я соскучился, я не был тут два года, как так складывалось кино, снимал. Сейчас ничего не изменилось, кроме того, что вы стали еще моложе, красивые, веселее, добрее. Это Гостогаев, это наша мечта. Гостогаев, это куда мы стремимся всегда попасть. Мы вас любим, очень дорожим нашими встречами. В прошлом году генеральный директор кинофестиваля Ирина Шевчук пообещала, что в 2013 актеры дадут отдельный концерт на Гостогаевской сцене. Сказано – сделано. Каждый артист подготовил для зрителей номер. Денис Матросов прочел одно из любимых стихотворений автора Давида Самойлова. В это утро по главной аллее шел веселый и рыжий парень в желтоватой-зеленой ковбойке. А за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает, прекрасна лошадь. Народный артист России Аристарх Ливанов признается, он тоже казак. Принимали его в Ростове-на-Дону. Я в серьезном возрасте был принят в казаки Серафимовича, потому что обратили внимание на один пункт в моей биографии. Когда-то в 28-летнем возрасте я сыграл Григория Мелихова в Ростовском-на-Дону театре имени Горького. И этот спектакль был лауреатом государственной премии, поэтому с тех пор я нашел это высокое и звонкое звание. Также для станичника выступили Андрей Анкудинов, Александр Рапопорт, Павел Сборщиков, Татьяна Абрамова. Вела концертную программу актриса театра и кино Анна Миклош. Праздник переместился в парк, где в неформальной обстановке прошло дальнейшее общение со станичниками в казачьих куренях, представляющей разные округа Анапского района. В кино актеры в образе и гриме, а здесь естественные и раскованные. Поэтому стремление поднять тост в честь киношоковцев за каждым столом так понятно. Актер театра и кино Андрей Биланов на фестивале впервые. Признается, что приглашали его сюда четыре года подряд. Но большая занятость в кино не давала этого сделать. Первым желанием было просто погреться на солнце, потому что уже который год, с счастью, больше трех съемочных дней на площадке, и любой отдых воспринимается просто на ура. А здесь как бы плюс кинофестиваль. Но такого ажиотажа и такого приема я, конечно, не ожидал. Я бы, наверное, надо было одеть белую рубашку, какие-нибудь брюки нагладить. Ну, не знаю, мне очень здорово, мне очень нравится теплота и искренность всех людей, как принимают. Самые стойкие артисты отказали себе в соблазнах отведать вкусные кубанские блюда. Они вышли на футбольное поле. Первый тайм закончился со счетом 3-1 в пользу команды администрации Анапы. По втором тайме команда киношоковцев резко вырвалась вперед. К концу игры счет сравнялся 5-5. Победила, как говорится, дружба. Праздник продлился до позднего вечера, оставив в душе каждого добрый след на долгую память. Светлана Авилова, Артем Зиборов, Анна Преген.